друзья всем привет сегодня будет очень важное видео в инвестициях мне многие говорят ты в каждом видео говори что оно важно и таки есть каждое мое видео это самое самое важное видео для вас у меня же там не подборка приколов до за девятнадцатый год так что обязательно досмотрите это видео до конца в этом видео я расскажу куда я инвестирую в этом видео я расскажу как правильно инвестировать в этом видео я расскажу как устроен рынок если многие думают зачем мне это знать зачем мне знать как там устроен рынок ребята вы обязаны это знать я считаю что вот эту вот информацию обязаны знать абсолютно все если бы я знал вот эту вот информацию два года назад я бы не потерял 100 тысяч долларов на криптовалюте я как бы их и не потерял но я мог бы заработать на 100 тысяч долларов больше если бы я знал просто вот элементарные вещи я не знал элементарных вещей потому что тогда только начинал в этом разбираться я имею ввиду в инвестициях если бы я тогда это узнал если бы я больше в этом разбирался на 100 тысяч долларов у меня было бы больше и так перед тем как мы начнем я хотел бы обратиться к мега крутым аналитикам которые будут смотреть это видео и которые будут говорить блин да ты не разбираешься да ты неправильно говоришь ребята я на этом заработал очень много денег я купил квартиру я считаю что нужно слушать тех кто на этом зарабатывает они те кто просто знает у них крутой анализ они могут там предсказывать куда пойдет цена ну и что с этого вы зарабатываете на этом нет я на этом очень хорошо заработал и поэтому я считаю нужно слушать людей которые заработали нужно слушать практиков они просто там крутых аналитиков и так погнали друзья первый актив куда я начал инвестировать это золото вот на этой отметке я уже начал покупать золото видите раньше не покупал второй актив куда я начал инвестировать это серебро здесь ситуация получше вот на этой отметке я начал покупать серебро и третий актив это bitcoin и опять начинаю инвестировать bitcoin купил я на отметке в 9 400 вот здесь я его не купил но друзья я начинаю инвестировать на длительный период времени на 5-10 лет я уже говорил все мои инвестиции это на 5-10 лет так что меня не очень как бы волнует куда пойдет цена конечно же было бы хорошо если бы я дошел до этого раньше да до этих инвестиций но ребята я считаю всему свое время вот если я к этому пришел сейчас значит нужно инвестировать сейчас я это уже знаю по биткоину когда все говорили не покупай не покупай не покупай я взял и купил и шикарно на этом заработал я раньше тоже думал все я не успел цена идет вверх давай-ка я подожду пока цена опустится но хорошо что я тогда купил и не пожалел так что здесь интуиция тоже играет большую роль но на одной интуиции далеко не уедешь поэтому ребята в этом нужно разбираться нужно знать как функционирует рынок для начала вам нужно знать чем отличаются деньги от валюты это ребята очень важно валюта эта бумага валюта эта бумага которая теряет свою ценность а деньги сохраняет свою ценность то есть деньги это золото серебро а валюта это доллар евро если у вас деньги будут лежать в валюте они будут обесцениваться что можно было купить раньше да там 10 лет назад на 100 долларов а что можно купить сейчас на 100 долларов я в книге трампа читал он небоскреб на манхэттене покупал за миллион долларов небоскреб на манхэттене а сейчас вон у меня пинхаус можно купить за миллион долларов моем доме вот как обесценились деньги а золото есть золото 10 лет назад килограмм золота имел большую ценность и сейчас килограмм золота имеет большую ценность сейчас я думаю многие знают что мы находимся вот у подножья кризиса рынок сейчас перенасыщен экономика перенасыщена везде все показатели бьют рекорды долго это продолжаться не может этот пузырь в скором времени лопнет и поэтому валюта очень сильно будет обесцениваться у меня у самого до недавнего времени весь мой неприкасаемый запас был в валюте но она очень быстро обесценивается поэтому я решил нужно перевести 60 70 процентов в драгоценные металлы и так как формировать свой неприкасаемый запас например у вас есть 5000 долларов 60 процентов 50 процентов вы должны перевести вы драгоценные металлы в золото и серебро это те деньги которым вы никогда не будете касаться это ваша подушка безопасности часть денег нужно держать все-таки в наличке в валюте конечно же в долларах евро в британском фунте потому что часть денег должны быть ликвидны понимаете золото тоже ликвидное серебро тоже ликвидно вы в любой момент можете пойти в банк но там нужно проходить экспертизу чтобы его вернуть этим конечно же вы справитесь за один день но все равно наличка есть наличка какая-то у вас случилось непредвиденной ситуации у вас есть нал и вы решили свои проблемы так что друзья сейчас я советую всем не только вот моим подписчикам моим зрителям я советую своей команде я советую моим друзьям и знакомым которые меня смотрят переведите 50 процентов в драгоценные металлы потому что если у вас деньги будут лежать 10 лет доллар ваш будет лежать ваш неприкасаемый запас будет лежать 10 лет я вообще думаю что за 10 лет валюта вся исчезнет вот это вот бумага она реально исчезнет потому что мир так стремительно движется вперед столько сейчас новых технологий что дни вот этой вот бумажной валюты реально уже сочтены вот 10 лет я даю бумажной валюте посмотрим через 10 лет вернусь к этому видео как оно будет друзья вы можете конечно же меня не слушать но я рассказываю вам все то что я делаю сейчас я сейчас начал инвестировать в драгоценные металлы и так как покупать золото и серебро первый совет вы должны покупать новые слитки запечатанные новые слитки второе вы должны покупать слитки самых известных компаний которые входят международную ассоциацию по драгоценным металлам только слитки этих компаний вы должны покупать в будущем слитки этих компаний вы с легкостью сможете сдать у нас в украине есть слитки трех компаний это кредит с юз и микор и аргор я покупаю слитки компании аргор и так вот так вот ребята выглядит 100 граммовый слиток золото видите полностью красивенько запечатан 999 проба вот так вот выглядит слиток серебра килограммовый слиток серебра компании amicor этот слиток кстати сдали люди поэтому цена на такие слитки дешевле но я вам советую покупать только новые слитки и вот такой вот слиток тоже компании аргор серебряный слиток вот так вот выглядят слитки все слитки должны быть запечатаны так что друзья советую всем покупать только новые слитки вы можете прийти банки купить уже открытый слиток в таком случае он должен стоить намного дешевле просто этот слиток они уже кому-то продали потом человек пришел и вернул его они его распечатали провели экспертизу и приняли его обратно в таком случае такие слитки должны стоить дешевле такие слитки тоже принимаются да все нормально я не говорю что такие слитки все у вас никто не примет нет их тоже примут если у вас есть чек если вы купили их в одном банке вы с легкостью можете вернуть им этот слиток но если вы например захотите продать этот слиток за границей или в другом банке тогда будет больше проблем до чем вот с хорошим запечатанным слитком теперь поговорим о том где хранить слитки я вас всегда учу по максимуму диверсифицироваться часть храните в земле часть храните дома часть храните за границей я так делаю можно хранить в банке но банком я не доверяю вы можете и валюту хранить в банке вы можете положить на депозит деньги если вы валюту положите на депозит вы практически ничего не заработаете но вы компенсируете ту часть которую сожрет инфляция теперь друзья давайте поговорим как устроен рынок сейчас будет очень важная теоретическая часть не закрывайте видео вы это обязаны знать и так у нас график золото здесь показана цена за один грамм в долларах смотрите рынок ходит циклами был один цикл 2006 он закончился начался новый цикл переходим к серебру здесь также цена за один грамм центах один цикл закончился 2006 начался новый цикл переходим к биткоину тоже был один цикл но bitcoin у нас молоденький да поэтому здесь таймфрейм 1 неделя начался новый цикл переходим к индексу nasdaq был один цикл начался новый цикл и он уже закончился этот цикл вот начался у нас третий цикл что такое nasdaq nasdaq 100 nasdaq 100 это индекс куда входят 100 самых крупных компаний по капитализации которые связаны с интернетом объясню простым языком это компании facebook apple адолт intel понимаете да и так двухтысячных был пузырь все хотели быть в интернете все хотели быть связаны с интернетом но потом это оказалось разводником и цена пошла вниз потому что те компании которые не были связаны с интернетом сказали мы тоже в интернете и акции их взлетели итак друзья идем дальше когда заканчивается цикл вот смотрите как заканчивается цикл смотрим на примере золото цена подходит к уровню у нас формируется треугольник идет пробой и цена возвращается к уровню сопротивление идем дальше идем к серебру такая же ситуация у нас треугольник цена пробивает уровень сопротивления и возвращается уже к уровню поддержки и начинается новый цикл на серебре цикл еще не завершился поэтому сейчас очень хорошая позиция для того чтобы покупать серебро на золоте цикл тоже не завершился на биткоине цикл тоже не завершился также у нас треугольник но здесь смотрите я бы не начертил вот этот вот треугольник да если бы не знал этот уровень да если бы уровень был здесь я бы треугольник начертил вот здесь многие думали что после этого затухания bitcoin пойдет вверх но нет я вот здесь хотел покупать потом когда цена упала я уже начал сомневаться потому что он вообще мог уйти да это рынок он мог уйти до нуля да но видите цикл повторяется поэтому я решил инвестировать на пять лет переходим к nasdaq здесь интересная ситуация и так вот первый цикл начался второй цикл также цена пробила уровень сопротивления маленький был откат дальше пузырь лопнул цена вернулась к уровню сопротивления который стал уже уровнем поддержки и дальше смотрите вот в семнадцатом году до произошел пробой все в семнадцатом году начался новый цикл также смотрите треугольник этот цикл закончился когда цена пробила вот эти вот два пика два максимума и пошла вверх еще смотрите да интересная деталь везде везде было два пика на nasdaq на биткоине на серебре и на золоте также и здесь во всех пузырях почему-то два пика многие могут сказать так ты же выбрал разные таймфреймы неважно ребята важно как ведет себя рынок история повторяется и если бы я знал вот эту вот ситуацию я бы вот здесь продал всю криптовалюту я продал здесь часть криптовалюты потому что думал это коррекция цена пойдет дальше за биткоином будущее но я не знал истории да что все пузыри лопались я этого не знал и вот здесь бы я продал всю свою крипту и было бы у меня на 100 косарей больше вот такая вот ребята ситуация так что вы эту информацию обязаны знать если хотите инвестировать на биткоине видите я нарисовал тот исход который мы все хотим видеть да все хотят чтобы этот цикл завершился как можно раньше чтобы уже вот двадцатом году цена пробила вот эти вот максимумы и пошла вверх что у нас на nasdaq и на nasdaq и повторяется вот эта вот ситуация возможно возможно сейчас вам нарисую так как подходит кризис вот первый пик вот второй пик и акции сейчас пойдут вниз и приблизительно до подойдут вот к этому уровню они не обязаны подходить к этому уровню понимаете это рынок он ведет себя как захочет то есть это еще одно подтверждение да что мы на пороге кризиса пока акции я ребята не инвестируют если я буду инвестировать в акции я уже говорил я вам обязательно об этом расскажу рынок сейчас вы знаете в этой индустрии очень перенасыщен мировая экономика бьет все рекорды и поэтому должен уже произойти откат понимаете давайте представим что это пик уже третьего цикла и вот сейчас цена пойдет вот так и дальше пойдет пробой а может цена пойдет еще выше да потому что на пузырь это не похоже потому что второй пик всегда должен быть ниже предыдущего да видите второй пик всегда ниже предыдущего вот вот всегда должен быть второй пик ниже предыдущего так что возможно здесь я не прав и кризис будет в двадцать первом году да но я считаю больше двух лет продержаться они не смогут так что друзья сейчас мы на пороге кризиса я вам уже говорил что я вообще считаю что через 10 лет бумажных денег не будет рынок перенасыщен деньги эти печатаются тоннами сейчас уже это просто бумага сейчас какая-то проблема печатаем деньги включает станки и печатают с каждым годом объемы валюты растут вот их печатают 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 и печатают и поэтому инфляция тоже ускоряется так что я считаю нужно себя обезопасить и перевести часть неприкасаемого запаса в драгоценные металлы конечно же когда будет кризис драгоценные металлы тоже я думаю будут падать все вообще в кризис падает и недвижимость и драгоценные металлы но потом цена активно пойдет вверх но ценность в любом случае золото и серебро сохраняет сохраняла и будет сохранять когда был кризис восьмого года видите интернет-компании тоже пошли вниз серебро тоже видите пошло вниз и золото тоже пошло вниз видите но коррекция была такой незначительной и потом цена уверенно пошла вверх ну что друзья на этом я с вами буду прощаться в двух словах я вам попытался объяснить как ведет себя рынок как нужно формировать свой неприкасаемый запас если вы хотите в этом разбираться вам нужно много читать вам нужно много изучать так было всегда но запомните сколько бы вы не изучили как бы вы много не знали пока вы сами не начнете инвестировать пока вы не набьете шишки вы ничему не научитесь ничему не научитесь я учусь только на своем опыте всегда учишься на своем опыте на чужом никогда не научишься возможно если бы я даже знал эту информацию я бы не поверил я бы сказал да я все знаю за этим будущее нужно держать криптовалюту она не упадет я бы был вот так вот самоуверен понимаете но это рынок эта история она всегда повторяется огромное спасибо друзья вам за просмотр за поддержку если это видео было полезным поделитесь им с друзьями подписывайтесь на мой инстаграм там очень много полезных и мотивационных постов подписывайтесь на мой основной канал in starting нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео также подписывайтесь на остальные мои каналы у меня только полезные каналы все ссылки в описании канал по мотивации канал с книгами и обязательно обязательно поставьте этому видео лайк желаю вам всем обрести финансовую независимость всем больших денег пока а